30 лет тому назад произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. На ликвидацию последствий было брошено огромное количество людских ресурсов, техники и средств. Последствия аварии сказываются до сих пор, да и вообще не до конца изучены. Но масштабы этих последствий могли быть в разы страшнее, если бы не самоотверженность десятков тысяч людей. 22 апреля одесская областная власть чествовала одесских чернобыльцев. Ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС представители власти награждали ценными подарками, грамотами, медалями. Некоторые из чернобыльцев получили внеочередные воинские звания. Но, наверное, самое большое спасибо для чернобыльцев сегодня – это то, что о них помнят и искренне благодарят за подвиг. В том числе и тех, ради кого они в прямом смысле лезли в самое пекло. Я в то время еще был ничего не подозревающим молодым человеком. Но вы явили всему миру свою сплоченность и свой патриотизм. И заслонили с собой нас от угрозы. Не только угрозы нашей стране, но и всему миру. И в том числе и мне. Больше 600 тысяч приймали участь в ликвидации наследков аварии. По своим масштабам это так, как война в Афганистане. 600 тысяч человек прошли через Афганистан и 600 тысяч ликвидаторов аварии. И за экономичными, и за людскими наследками, эта авария порівняна с другими катастрофами. Оглядываясь сегодня назад, с современными знаниями об угрозе радиации и какой разрушительной силой обладает этот невидимый враг, больше всего поражает, что было огромное число добровольцев, кто сознательно записывался в команды ликвидаторов. И таких было немало. Причем среди них были и те, кто знал о грозящей опасности. Люди, которые прошли Афганистан, они рвались вперед. Если у меня товарищ был старший лейтенант Лукьянов, он был в разведроте в Афганистане, и он там же в разведроту попросился служить. Именно там, где были зоны радиации до тысячи, до пяти тысяч рентген, приборы зашкалывали, здоровье не выдерживало, робототехника ломалась, но он это все выдержал. Работали непосредственно на четвертом блоке. Очень тяжелая работа была. Сегодня практически наших курчатовцев в Украине уже в живых никого не осталось. Тогда, когда люди там участвовали в ликвидации аварии, люди совершали подвиг. Это без принуждения, без ничего было. Люди работали на благо страны, на благо народа. Вот все, совершали подвиг. А кто кроме нас мог это сделать? Мы же были специалисты. Вы чуны, как плача спустошно прыгает. Заскоренный грех, розебья до шевца. Они слышали. И сегодня главное услышать уже их слова, адресованные всему миру. Никогда больше. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания Круг.